Очередные выходные, мы опять решили не сидеть дома, а съездить с друзьями покататься по Украине. Остановились на перекусить, на попить чаю в Мегее, место которое неоднократно показывал в своих выпусках, тут всегда очень много народу, когда работал троллей, а его сейчас закрыли, потому что кто-то сломал что-то. Троллей здесь очень много народу, ну и вообще сюда вот на вот эти крылышки приходят фотографироваться люди, там сердечко стоит, кайфовое место для отдыха, кто никогда не был обязательно приезжайте, только не сорите и убирайте все за собой. Все, выезжаем мы из Николаевской области, заезжаем на Кировоградскую область и едем дальше. По трассе не доезжаю до Умани немножко, есть село Надыженко. Очень классный перевалочный пункт, потому что большое кафе, большая площадь, много столиков, просторно, есть интернет, ну туалет, как всегда, для каждого столика есть розетки. Решили заехать в Винницу, по плану не было заезда прямо в город, а сейчас наши киевляне опаздывают. Музыка Работаешь? У тебя есть маска? Троллей к Марунову, да, вот. Пойдет? Так ходишь в магазин? Так, да. Я пускай от Гаврюха. Я вот показываю, какие все красивые люди. Пока мы ждем киевлян, мы приехали в Винницу поесть, встретиться с друзьями. Геру нечаянин подобрали на улице, он не хотел вообще с нами встречаться, он написал, что он дико занят, потом смотрим, идем, воспоминания, вот тут вот, мы когда-то пили с ним кофе, смотрим, он сидит с тех пор до сих пор. Скучает. Скучает, и тут мы, оп, поймали его, вот, привели его в Ванчоусную. На самом деле Гера ждал знака. Да, киевско-житомирские ребятки, привет! Это Элвис, друг Левсяя. Приехали мы в село вчера, поздно уже, ребята приехали еще позже нас, что-то быстро обсудили, поговорили, не любили спать. Сейчас просыпаться, начинаем, будем собираться и уже ехать. Все, затарились, сели по машинам, купили необходимых продуктов, любили кофе, поели чипсов, погнали в Баката. Элвис решил немножечко покопать, он ездит с минноискателем и копает царские монетки. Решили разбить палатку здесь, поехали с Таней поискать места, нашли охуеннейший кемпинг, но он весь занят, и там по табличкам прямо видно, как люди занимают места очень-очень заранее. Классное место, лес, спуск к воде, все. В общем, вывод такой. Мы думали, что Баката, столько много всякого места хорошего и интересного, и, соответственно, не составит труда куда-то встать с палаткой. Оказалось, то, что лучше, конечно, заранее пробивать кемпинги, заранее строить маршрут и уже точно знать, куда ты едешь, что ты приедешь на место, где тебя будут ждать, и будет твоя полянка. А сейчас нам пришлось оставить машину вон там, вот, и спускаться вниз, чтобы у нас был такой красивый местяк. И, опять же, мы без воды, то есть купаться, блядь, очень далековато. Все уже проснулись, собрали палатки. Мы уже поднялись, вот с Пашей самые сильные, поднялись наверх, быстрее всех. Принесли все вещи за всех, а они даже не могут тапочки за собой унести. Ну, то дело такое. Плохо, что нет спуска к воде именно здесь, где мы все вот стояли, поэтому мы все потные, мокрые, грязные. Сейчас поедем куда-нибудь, попробуем пробраться к воде, привести себя в буржеский вид и поедем в Каменец-Падульский. Класс. Всем воду покажу. Столик, холодильник, кайфово вообще. А спальное место вот здесь? Спальное место вот здесь и... Сюда если замесли, там матрасы уже есть. Крутяк. Да. Охрененно. И тут как бы раскладывается диван, получается, и Игорь еще одну штуку сюда подставляет и отменяет таким образом. Ну, это просто не оригинал, но оригинал это вообще все по-модному. Стоит таких денег, что просто едут. А тут сиденья были, да, раньше? Они есть. Ага. То есть кухню мы снимаем, если мы толпой семь человек куда-то едем. Какое? То тут реально, наверное, просто сидушки снимаются сюда. Класс. Классная дачка. Ну, раз уж мы здесь решили еще подойти к монастырю. Тут скальный монастырь. Тут так все обустроено, в принципе, для туристов. Такой вот спуск, я так понимаю, к воде. И можно будет посмотреть на сам монастырь, который находится в скалах. Вы тут диву даетесь? А? Диву даетесь? Ага. Украина замечательная страна, очень интересная. Вот уже не первый год мы катаемся по Украине. И все время открываем для себя какие-то новые интересные места. Тут вот, чем еще знамениты Бакаты. Бакаты – это название села, которое было затоплено при строительстве ГЭС. Находится примерно оно вот там за деревьями. Возможно, ни одно село. Сюда любят приезжать дайверы, нырять, смотреть, плавать внутри там, я так понимаю, по этим избушкам или что там от них осталось. Судя по всему, спуск к воде есть и покупаться хотя бы немножечко удастся, потому что уже второй день мы в пути. Все-таки мы искупались. Вода грязненькая, плавает всякая такая, типа кора, деревья, какие-то щепки там, еще что-то, но особенно возле берега. Много народу, полупьяного еще. Вот, но освежиться было нужно. Мы тормознулись. Друзья наши поехали дальше, Таня стала не очень хорошо со здоровьем, мы решили остановиться в отеле. С ребятами созванивались, они пока стоят в Котине, но еще пока не нашли место ночлега. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хотели подъехать поближе к берегу, чтобы крепость на том берегу была видна хорошо. Но тут все застроено дачами, домиками, частными территориями. Поэтому пришлось вот такой вот холмик хотя бы выбрать себе. Поставить кипяточек. Я вот себе уже в термос заварил пуэрчика. Тане сейчас сделаем кофе. В эту поездку помимо армейского котелка, в котором кипятели воды, взяли еще вот такой вот чайничек. А я обычно варил в нем чай. Вот сейчас даже удобно просто согреть водички, делать кипяточку для кофе, чая. Вот. И возим с собой уже вторую поездку. Приобрели такой вот Deltar для кофе. Делает очень классный, вкусный кофе. Таня пьет кофе. И очень удобно. Согрел водички, сделал кофеечку, посмотрел на красивые виды и поехал дальше. А я с собой вожу целую сумку всяких прибамбасов. Там и чайник для заваривания, и типот для заваривания. То есть все зависит от того, в каком месте мы находимся, сколько у нас есть. Время на все. Хорошо. Здесь в этом городе, в Черновцах, живет очень классный фолковый исполнитель кантри. Саша Булл, творчество, которое мне очень нравится. И, возможно, у нас получится сегодня с ним пересечься на совсем на чуть-чуть, потому что Саша тоже уезжает через несколько часов. Прикольно, так хорошо. Можно погулять с утречка. Пройтись. Солнышко уже начинает жарить. Походу, днем здесь будет достаточно жарковато. Видно, что карантин здесь посерьезнее по всей Украине. Адаптивный карантин. Смотрят просто, где, насколько сильнее показатель заболеваемости. С Черновцов все как бы начиналось. В Украине здесь самый высокий уровень. Поэтому большинство заведений только на вынос работает. Некоторые не работают вообще. Ну и людей здесь побольше в Москве. У нас, как тут Николай, это уже практически отходит. То есть сейчас пройдемся еще по улочке и едем уже встречаться с Сашей. Продолжение следует... Доехали до Летичева. Кстати, в Черновцов. Встретились с Сашей, да, попили кофе и поехали догонять ребят. Вот догнали их только сейчас. Время уже у нас пусть и 5 часов вечера. В Черновцов мы выезжали в 12 в начале первого. Вот сейчас вот все мы встретились. Это Летичев, тут рыбный рынок, куча всяких вот этих вот сушеных, вяленых, копченых. Салата, я думала, Паш, тебе понравится, Сергей. Ну что у тебя в зубах? Чуть-чуть проедем еще. Вот это сервис. Короче, уехали мы с Черепашинского карьера, потому что там реально яблоку нигде упасть. Куча народа, быдло, музыка, пьяные животы. И, короче, ну, место, которое мы еще посещали с женой год назад, где была чистенькая водичка, хорошие спуски к воде, все эти дела превратили в какое-то уебищное, превратили в какое-то такое себе местечко. Все поломано, везде все разбросано. Ну и реально очень-очень много людей. И мы даже не нашли места, где можно поставить палатки, переночевать. Поэтому решили отъехать подальше, по трассе. Просто ехали, нашли речушку, Южный Буг, кстати, и просто расположились на берегу. Купаться, вот, ребята, попробовали, очень нилистое дно и очень неудобно выходить из воды. Резкий такой спуск. Ну, а во всем остальном, вроде нормально, переночуем. Ну, сразу видно, что очень будет сыро, потому что прям влажность такая, будет много раз и... Ну, переночевать можно, а завтра мы уже едем домой. Убирать так лобом, все правильно. А мы сегодня с Пашей баджевой змею ручим. Это знаменитая медведковая змея, туда очень уже буйтесь. Так, Паша. Зменизая медведковая змея. Мы на потеннице, Пашей баджевой змея. А, ну, да, да. Здравствуйте. Время 5.42. Я чуть-то, как, линь мощнейший, сильнейший. Затем успеть собирать палатку. Уже дождя проснулись. Ну, собирали ее уже под дождем. Семь лет, ребята, наши в палатках. Ну, сидели в машине. И там вот, давай. Пашей баджевой змея. Семь лет, правило. Мой папа. Семь лет. ну все все дождики мы миновали отстали от них лило долго вот машина зато помылась от пыли вот еду залипаю прям хорошо что то не за рулем я ем вот такие вот джерки делают друзья вот так называется супер буряк очень вкусно это сушеная курица солененькая дороге самое скачали в мигея на обратном пути народа вообще никого нет уже рабочий день классно было бы вот так блин постоянно можно сюда приезжать и тусить все классные местечки можно здорово вписаться с палаткой есть где покупаться вообще классно так 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 когда